Я считаю своим долгом объяснить, почему, собственно, я решила всем проповедовать Проппа. И почему вот именно в этом году это действительно книга года. Я читала о морфологии волшебной сказки, как такое разрешают печатать в книжках. Опять же, прочитайте, ваши волосы станут дымом. Мы сегодня, между прочим, встретились с Екатериной поговорить про волшебные сказки, исторические корни Владимира Проппа. И, честно говоря, мы собираемся это все перерезать к нашему проекту «Травли нет». Как вы понимаете, ответственность за отсутствие «Травли» в школьном коллективе лежит прежде всего на школьной администрации и на педагогах. Как обычно, у кого больше ресурсов, у того больше и ответственности. Поэтому, скажем так, мягкое принуждение школы к подписанию собственных внутренних документов, говорящих о «Травле», о способах определения ее признаков и о методах борьбы с ней, это первый и важный шаг для того, чтобы в школе этих явлений, по крайней мере, если не совсем не исчезли... Экономящий нам год. Да, но стало меньше, то есть именно те, кто имеют власть, берут на себя обязательства. По крайней мере, они признают существование такого явления. Это уже много, должна вам сказать. Вообще, когда общаешься с людьми и структурами, наделенными властью, то первое, что приходится делать, и это сделать довольно трудно, это заставить их признать существование проблем. Я помню, когда мы начали только общаться с администрацией президента по поводу закона о домашнем насилии, первое, что мне сказали, «А вы вообще можете доказать, что это такая проблема? Она вообще существует? А может, это, там, буду, мол, кто-то?» Когда ты первый раз слышишь, что хочется сказать «Дядя, ты дурак?», как у Веры Пановой, но этого нельзя говорить. Надо понимать, что администраторы разных уровней, от самых больших до, казалось бы, скромных и замученных директоров школ, живут в своем совершенно информационном пространстве, и там того, что вам кажется очевидным, может вообще не существовать. Поэтому вот эти вещи, которые нам представляются хрестоматийными, всем известными, на самом деле, как это известно, известно немногим. Это полезно иметь в виду, поэтому вот эти вот самые антибуллинговые хартии соглашения и школьные правила – это такая важная штука. Они признают существование проблемы, люди под этим подписываются. Не просто какие-то люди, а те люди, которые наделены возможностью в школе что-то менять, что-то разрешать, что-то запрещать и вообще руководить теми процессами, которые там происходят. Поэтому деньги мы собираем не просто так, как обычно, не на содержание нас красивых. Я вообще ничего от этого, естественно, не получаю, кроме, опять же… Кроме любви. …бесценного опыта, любви Ольги Журавской, что дорогого стоит, новых умозаключений, расширения моих интеллектуальных горизонтов и удовольствия поговорить о том, о чем хочется поговорить прямо сейчас. Это, что называется, организационная схема того, что мы делаем. Содержательная схема. Какая связь, какова связь между историческими корнями волшебной сказки и проблемой школьной травмы. Мы, может быть, поговорим об этом, скажем так, выйдем на эту связь в процессе изложения, но я считаю своим долгом объяснить, почему, собственно, я решила всем проповедовать Проппа. Давайте его покажем. Владимира Проппа, великого русского ученого, классика мировой фольклористики, автора на которого ссылаются вообще все, кто пишет на любых языках о фольклоре, о сказках. Это, на самом деле, правда. Я частью по необходимости из-за детей, частью по собственному своему интересу довольно много читаю такую литературу. И вообще просто сказок, это тоже любопытно. И разного рода трудов фольклористических, которые анализируют повторяющиеся сюжеты. Ну, такой вот самый первый вопрос. Так вот, про «Чай с молоком» рассказали, теперь вернемся к Владимиру Проппу. Все те работы, все те труды, произведения, которые мне попадаются, обязательно в списке литературы вот этого ВИП-Проппа имеют в виду. Более того, сейчас я расскажу про свое знакомство с этим автором, потом расскажу, что мне открылось благодаря этому чтению, и почему именно в этом году это действительно книга года. Я вижу, как независимо от меня, разные люди вдруг начинают ее читать и что-то об этом пишут. Недавно вышло переиздание. Вот это вот книжка, которая у меня, которую мы показали. Это такое позднесоветское издание. Какое позднесоветское? 2000 год. Вруя, я не знаю, кто год. 2000 год. Ранне-постсоветское издание. Там было много томиков, таких вот маленьких, с разными произведениями Проппа. То есть это почти такое собрание сочинений. А буквально в этом году или в конце прошлого вышло переиздание большим толстым томом «Морфология волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» в одной книге. Опять же, никто нам низкую рекламу вообще не платит, а мы вот ею занимаемся. Не буду называть издание, изнородности, но тем не менее вижу, прям вот вижу, что люди покупают и читают, чуют какую-то актуальность. Эта актуальность не так радует, как могла бы, потому что книжка-то прекрасная, но вещь, которая написана, в ней чудовищная. Я примерно понимаю, почему людей в этот хатонический лес тянет, или, по крайней мере, почему они хотят понять, как он устроен и что там происходит. Происходит там... Плохое происходит, прямо хочу сказать, но книга великолепная. Ну что, что? Так вот. Для неочей. Да, сейчас я вам скажу. Я когда-то читала «Морфологию волшебной сказки». Это очень известная вещь. Она систематизирует элементы сюжета, которые есть в каждой сказке и которые могут не все присутствовать. Более того, все они не могут присутствовать в одном повествовании, но которые должны в определенном порядке появляться. В «Морфологии волшебной сказки» выводятся известные элементы. Там герой отправляется в путь, герой получает задания. Ложный герой, который присваивает себе победу настоящего героя, волшебный помощник, волшебные дары, которые помогают герою справляться. С трудными задачами. И финал воцарения свадьбы или воцарения героя. Вот эти вот, так сказать, колечки сцепляются в цепочку повествования. Эта книга, опять же, классическая и фундаментальная, но она, что называется, не такая увлекательная. Она маленькая, короткая. А исторические корни я почему-то до этого не читала. И только в прошлом году, во время карантина, мне эта вещь попалась. Вы были тот человек, который прочел все книги в карантин, да, Екатерина? Вы были единственной тот человек, который сделала. По совету Дмитрия Анатольевича Медведева, да, почитайте книгу, которую нам всем посоветовал в самом начале этой всей беды. Нет, на самом деле, мои представления о том, что сейчас наступит карантин, меня запрут дома, и я буду сидеть на подоконнике с книжкой и накрываться пледом, как в картинках в Пинтересте, ничего подобного. Это просто обозначало, что стало больше работы. Правда. Потому что выяснилось, что то время, которое мы проводили в такси, в метро и в самолете, это было время отдыха. А тут оно ушло. Значит, следовательно, раз ты никуда не едешь, значит, ты можешь вдвое больше выступлений выступить, вдвое больше лекций прочитать, вдвое больше консультаций проконсультировать. Ты же вот сидишь тут такой. Ничего не делаешь. Да, ничего не делаешь. Поэтому давай-ка поработай. Нет, 2020-й был чудовищным, сейчас как-то все-таки стало полегче, по крайней мере, внутри России. Можно ездить, но, возвращаясь к пробку, это такая книга, которую я прочитала от начала до конца и тут же начала читать сначала. Потому что у меня открылись бездны. Я вообще не понимаю, как советская власть это все публиковала. Как такое разрешают печатать в книжках? Опять же, прочитайте, ваши волосы встанут дыбом. Еще одна вещь, которую я поняла, состоит в следующем. Точно так же, как весь Голливуд стоит на том, что они называют «the system», «система Станиславского», так, конечно, все диснеевские и недиснеевские сценаристы это дело читали. Читали, изучали, конспектировали, и на этом стоит их сюжетопостроение. Когда вы прочитаете пропа, вы поймете, кто такие, например, эти самые, то, что называется у них, Animal Sidekick, почему при каждом главном герое есть смешное животное, которое его сопровождает, и кто это на самом деле. И многое другое вам тоже станет ясно. То есть это действительно такая вещь, которую ты читаешь, думаешь, что я раньше не читал, и понимаешь, что другие-то люди читали и уже сделали из этого соответствующие выводы. После этого предложения «Расскажу-ка я вам сказку» начинает звучать гораздо более зловеще. Еще из достоинств книги. Она написана тем дивным русским языком, научным, который уже несколько нами утрачен, потому что он такой прямой, краткий, и абсолютно без попыток, ну, собственно, что значит попыток, без вот этих академических приукрашиваний, которые мы, бедные, вынуждены вводить в свои тексты, то ли потому, что у нас есть объем, либо ограничения по объему, либо наоборот, требования по объему, то ли потому, что мы хотим звучать наукообразнее. Проб ничего не хочет. Он пишет как трактор. Там, например, есть прекрасный пассаж, я тоже думаю, его как-нибудь употреблять в своем собственном академическом творчестве. Говоря об образе змея и о том, почему змей появляется в сказках народов, уже создавших государственность, он говорит о том, что есть еще другая теория, вот, нашла, попытку как-то интерпретировать образ змея содержит работа иной категории, а именно работа адептов мифологической, в частности, солярной теории. Полемизировать с этой теорией бесполезно. Все, дальше он начинает излагать уже свое. Я тоже так хочу делать. Вот еще там пишут вот такие люди. Полемизировать с этой теорией бесполезно. Вот что позволяли себе, так сказать, большие ученые в первой половине XX века. Прочитав эту книгу, я пошла смотреть, как вообще бедный проп остался жив. Как он пережил советскую власть. Он ее пережил, надо сказать, довольно мирно. Он работал всю жизнь по специальности. Никаких специфических несчастий я у него, опять же, по изложению в Википедии не заметила. И слава богу, до кого-то все-таки советская власть не добралась. Значит, у него есть еще другие труды, которые я собираюсь теперь прочитать. Русский героический эпос. Собственно, русская сказка. Тоже у него есть. Он и в морфологии, и в исторических корнях в качестве своих примеров, на которых он выстраивает свое умозаключение, берет сказки Афанасьева и говорит, что русская сказка хороша тем, что много сохранилось, большое разнообразие, обширный корпус. Кроме того, там есть такие, когда он цитирует, кажется, что это не по-русски написано, какие-то вятские сказки, переданные диалектом. Но это его, собственно, вот единица рассмотрения. Он их категоризирует. Тут вот есть, например, такая бумажка замечательная. Сейчас я ее использую в качестве закладки. Например, такое. Видели? Вот. Это схемы. Схемы разборов. Он называет эту работу, теперь я, правда, из-за вас потеряла место, которое у меня было заложено. Ладно, я его потом найду. Оно, кстати, демонстрирует, что мое второе прочтение подходит уже к концу. То есть вот я этот концерт читала, теперь я сначала читаю, сейчас уже конец тоже. Близок я перешла к третьей, не третьей, а к финальной зловещей части под названием «Невеста». Вау. Ой, ужас все это. Итак, скажем так, исторические корни, которые Проб видит в волшебной сказке, это отражение обрядов инициации и обрядов погребения. То есть он считает, что сказка – это пересказ словами, неких обрядов, которые были у первобытных и не столь первобытных народов, предназначались они для обучения нового поколения обычаям племени. Этот рассказ ввелся в виде танца с каким-то масками и в костюмах, а его словесное изложение вот таким образом сохранилось и передавалось из поколения в поколение. То есть первоначально это был рассказ о том, каковы у племени татемные животные, каковы их обычаи, как вообще, так сказать, надо жить, что происходит после смерти, как, значит… Soft skills, игровое обучение, то, к чему мы пришли в 21-м году. Игровое обучение тех, кто выжил. То, что в сказке отражены обряды инициаций, что все вот эти хождения детей по лесу, попадание их в избушку того или иного людоеда и прохождение героем испытаний, заданий, которые дает ему Каще, это инициация, в общем, это известно многим. Мне это было известно по моему детскому чтению энциклопедии «Мифы народов мира». Я думаю, что, как это у многих людей, у многих порядочных людей в детстве было тут двухтомник. «Мифы народов мира», мы все по нему учились. А это, так сказать, вот грубая схема пропа, но, так сказать, книга гораздо богаче этого примитивного изложения. Что делает эту книгу такой жутковатой? Ну, в общем, можно было догадаться, что один из основных сюжетов вообще европейского фольклора и нашего тоже евроазиатского фольклора – это каннибализм. Поедание людей, поедание детей, в общем, такие всякие приятные жизненные обычаи. Пропа очень интересно показывает, как то, что было необходимым ритуалом для обеспечения, например, полдородия, хорошей погоды, удачи на охоте, переосмыслялось как нападение врага. То есть вот говоря о змее, он говорит, что змея – это поздний образ. Появление образа змея связано с государственностью. Змей появляется у тех народов, которые уже создали у себя первобытную государственность. Так что Гоббс наш, отец политологии, Левиафана своего придумал не просто так. Так, тут есть какая-то связь. Так вот, первоначально змей был благодетельным существом, которое было связано с водой, он поглощает воду, он извергает воду, он даёт нужный разлив реки в случае с Египтом, он даёт нужную погоду в случае с другими уже ранне-земледельческими обществами. Поэтому ему приносится жертва, какая-то там условная девушка, которая как бы становится его женой. И это всеми воспринимается как, так сказать, правильный хороший праздник, в том числе и самой жертвой. Мы знаем, что человеку можно душить совершенно что угодно, он будет радоваться по самому малоподходящему поводу. Шли века. Люди как-то, слава богу, немножко цивилизовались. Им стало казаться, что поедание крокодилом какого-то из членов племени – это не такая хорошая вещь, как им казалось ещё раньше. И дальше начинается вот это самое сказочное переосмысление. Змей становится чудовищем, а не покровителем. А девушка становится не женой, а жертвой. И появляется герой, который убивает змея, дракона, крокодила, растекает его на части, сам освобождается и освобождает эту условную Андромеду, и на ней женится. Проб много приводит, кстати, об Андромеде примеров из греческих мифов, потому что греческие мифы и сказочные сюжеты имеют между собой много общего. Вообще, когда я начала читать сказки в товарных количествах, почему я начала это делать и почему я не могу остановиться, как-то это я спросила бы у своего терапевта, если бы он у меня был доктор, о чём это мне говорит. Межпрочем, когда я прочитала вот эти вот самые исторические корни, кое-что мне стало ясно. До политической компоненты всего этого дела мы с вами доберёмся. Меня осудили недавно в комментариях, что я говорю компонента, а не компонент, потому что на самом деле компонента – это математические темы, компонент более широкий. Кто же может осудить вас? Ну хорошо, не осудили, а как это мягко поставили на вид. У меня, знаете, какие комментаторы высокоинтеллектуальные? Я к ним всегда прислушиваюсь. Кроме тех людей, которые интересуются, почему я наконец волос не покрашу, и что там ещё грудь не увеличу. Их мало. Большинство комментаторов говорят всегда по делу. Любят нас as is. Во-первых, любят нас безусловно. Во-вторых, пишут комментарии по делу. Так вот, тем не менее, про политологическую компоненту я ещё скажу. А пока вернёмся к, собственно говоря, чтению сказок в больших количествах. Так вот один из первых вопросов, который мне предстал. Это не просто почему сюжеты повторяются с такой детализацией. Понимаете, вот есть кот в сапогах, да, Шарли Перро. Есть африканская сказка, в которой в той же роли Газель выступает. И там, и там волшебный помощник добывает одежду своему хозяину, опуская его в воду и заставляя его притворяться, что его ограбили. Вот и там, и там. Как это может быть, что вот в африканском случае там ездит султан, где совершенно вся другая обстановка, тоже она его загоняет голым в какую-то воду, и он должен нарядиться, благодаря этой хитрости, в соответствующий наряд, что делает его, так сказать, достойно выглядящим женихом для царевны. Вот как эти детали повторяются? Но один из самых поразительных такого рода случаев – это сказка, известная в русском каноне, как «Василиса Премудрая», и история Ясона и Медеи, потому что это один и тот же сюжет вообще, вплоть до деталей. Значит, смотрите, герой едет к царю волшебной страны за сокровищем. Там он встречает дочь царя, которая тоже волшебница, которая помогает ему против своего отца. Они бегут вместе, царь их преследует. Вот, по счастью, в русской сказке нет убийства брата и расчленения его тела, раскидывания по морю, чтобы задержать погоню. Но бросание предметов за спину с целью задержать погоню, да, гребешочек, платочек, огонечек – все это присутствует. Далее они возвращаются с этим сокровищем в мир живых, в мир людей, и герой изменяет героине. Он ее бросает, женится на другой. В русской сказке этот хвост тоже есть, только там все заканчивается хорошо. Это часто повторяющийся, между прочим, кусочек сюжета. Вспомните, они возвращаются. Перед самым возвращением он говорит, подожди меня, я поеду и вернусь за тобой там с каретой, с чем-то в этом роде. Она ему говорит, только не делай чего-то, не целуй мать, не целуй никого, иначе ты меня позабудешь. Он нарушает запрет, забывает ее и собирается жениться на другой. Дальше хэппи-энд достигается следующим образом. Она устраивается на кухню, печет пирог, свадебный каравай, там два голубка, голубки оживают и говорят, что не позабудь меня, как Иван Царевич позабыл Василию Супремудрую. Тут он хлопает себя пол, говорит, ё-моё, у меня же на другой должен был жить. Извините, концепция поменялась, значит, невесту меняем местами. Это, в общем, довольно частый сюжет. Как вы помните, у Медея с Ясоном вышло все не так хорошо. Никакой голубок ему ничего не напомнил, он взял другую жену, она убивает, ее убивает их общих детей, в общем, много всего делает хорошего. Она, кстати, варит отца в молоке, чтобы он помолодел. Это тоже очень такая распространенная фольклорная штука. Я думала, что это к иудаизму отсылает нас. А, чтобы не варить старого козла в молоке, чьей бы то ни было матери? Хорошая версия, но проб не это сообщает. Проб ее не поддерживает. Проб ее не знал. То есть, это один и тот же сюжет, вплоть до очень больших деталей. Прочитавшие исторические корни, мы, в общем, понимаем, почему такого рода сходство могло возникнуть. Хотя, конечно, все равно возникает вопрос. Эти общества, проходя свои стадии развития, охотничью, ранне-земледельческую, садоводческую и зрелую земледельческую, придумывали одни и те же штуки в разных местах не связаны друг с другом. Или они все-таки друг с другом каким-то образом общались. Тем не менее, вот это сходство деталей продолжает, что называется, изумлять. Но по пропу, по крайней мере, понятно, чем это было вызвано. Значит, самые дикие сказки – это сказки охотничьих народов. Чем характерны охотничьи сказки? Ну, во-первых, животные. Животные – помощники, животные, в которых превращается герой. Герой получает способность понимать язык зверей, понимать язык птиц. И волшебный дар – это конь или какой-то предмет, который дает какое-то волшебное оружие, которое дает власть над животным. Вот эта вот сказка охотничьего периода не очень озабочена вопросами плодородия, потому что там ничего не выращивают. Они охотятся, но она озабочена вопросами ловкости силы и вот этого понимания языка зверей. А к этому же относятся сказки, в которых герой проходит обучение. Ну, например, отец отдает сына в учение колдуну. Или кто-то съедает там какой-то язык змеи и начинает понимать, что говорят птицы, благодаря этому чего-то он такого достигает. Самые страшные инициационные обряды с гибелью большого количества инициируемых – это обряды как раз охотничьих народов. Потому что пройти вот эту инициацию должны были только те, кто потом возвращаются уже, так сказать, не мальчиками, но мужами. Сильными, смелыми, ловкими. Умелыми и причащенными этих тайн, увидевшими священные пляски в священных масках, которые, в свою очередь, изображают животных, что нам объясняет сюжет с бесконечными превращениями животных в людей и людей в животных. Еще очень распространенный троп – это жених, зверообразный жених. Бесконечное количество такого рода сюжетов, за кого только бедных девушек в сказках не выдают. Кстати, наш «Маша и медведь» – это, конечно, тоже про то же. Он ее уносит к себе домой. Там как бы не педалируется этот момент, что, так сказать, он женится на ней. Ну, как это, будешь кашу варить, меня кашей кормить. А потом невеста спасается, возвращается к себе, обманывая этого своего лесного жениха. Это один тип сказок. Их проб связывает с темой «Большого дома». Трудно себе представить, что автор, писавший в Ленинграде в эти годы, назвал одну из своих этих глав «Большой дом», не имея в виду чего-то. Вот у него первая глава «Таинственный лес». И вот этот «Большой дом». Что такое «Большой дом»? «Большой дом» – это дом, в котором живут молодые мужчины, живут общиной, братством. Это в сказках дом, в котором живут разбойники. Проб считает, что разбойники – это последующая тривиализация вот этого союза охотников. Русскому читателю это лучше всего знакомо по сказке о мертвой царевне. Вот там живут эти самые богатыри, братья все родные. И у них появляется вот эта сестрица. Сестрица, там посвящен отдельный пассаж. Проб циничный не верит, что она там живет просто так. Она, конечно, жена этих всех семи богатырей, они же семь гномов. Но что тут интересно, почему она спасается потом, почему она уходит? Он считает, что в большом доме живут временно, там, кстати, едят людей. Одна из стадий посвящения – это каннибализм. Поэтому так часто возникает сюжет, в котором герой, ребенок, кто-то попадает в этот большой дом, и ему выходит хозяйка и говорит, куда же вы пришли, тут же людоед живет, он вас съест. Он говорит, спрячьте нас и так далее. То есть инициация вступления в этот союз охотников предполагает, что ты съел какого-то вареную часть человека. Это, опять же, к сожалению, очень сильно повторяющийся сюжет. Так вот, люди из большого дома должны вернуться в племя для того, чтобы стать нормальными его членами и там уже образовывать семьи. Это происходит через, как считает Пропчий, изобряд временной смерти. Смотрите, Белоснежка и наша с вами мертвая царевна умирает от чего-то, скушала яблочко, часто бывает, что это гребень, какая-то заколка, которую она втыкает в волосы, после чего она умирает, потом она просыпается, и тут у нее ее забирает уже ее, так сказать, человеческий жених, королевич Елисей, до этого у него было семь женихов. А тут у нее появляется, так сказать, настоящий муж, постоянный. То же самое касается и мужчин. Вот эта самая невеста из... невеста Медея, невеста Колдунья, жена из царства Кощеева. В сказке есть следы того, что потом он уходит оттуда и женится на, так сказать, земной женщине, на нормальной. А та против, по ряду своих причин. А, кстати, богатыри не против были. Богатыри не против. Опять же, ну, смотрите, если мы видим вариации того же сюжета в условной Машеньке и Медведе, то там он, так сказать, его обманывает, он не отпускает ее добровольно. Она его обманывает, заставляет его не просто принести ее домой к бабушке, к дедушке, но еще и с пирожками. Вот этот элемент, кстати, грабежа перед побегом, он тоже присутствует. Возможно, этих, так сказать, жителей большого дома по окончании этого срока их награждали чем-то. И вот они с этим уходили, и это было ее, так сказать, приданное, чтобы она могла потом нормально выйти замуж. В общем, во всем этом видны, конечно, как и во многих других частях этого сказочного сюжета, видно, и это одно из немногих соображений, которые наводит некоторый смутный оптимизм, видно стремление человека все-таки выбраться из дикости. Вот можешь себе представить это страшное голое существо, которое осознало свою смертность, живет в этом лесу и пытается вообще понять, как жить семьей, как не есть людей, как не убивать детей, каким образом образовывать пару, как вообще не сойти с ума от ужаса, от того, что может быть голод, животное может не попасться на охоте, не будет еды. С одной стороны, есть попытки спастись от этого путем вечной варки кого-то в котле или в печи, что если кого-то засунут в печь, то он потом начнет понимать, опять же, звериный язык, очень распространенный кусок сюжета. Сколько, наверное, так зажарили-то? Да, вот сколько не пережило эти все инициации. Но видны попытки это переосмыслить и, как-то, что называется, зажить по-человечески. Отдельно это видно в обещанной мною политической составляющей. Значит, вот тут вот у меня есть закладка, положенная не мною, а, так сказать, предыдущим читателям из старшего поколения. Маленькая закладочка, на которой написано «Царь». Значит, «Царь» в сказке существо довольно жалкое. Меня всегда раздражали применение этого термина каким-то реально существующим людям. Мне казалось, что это какое-то их возвеличивание. Прочитавши пропа, я несколько успокоилась на эту тему. Кто-нибудь злой дух, его похитят, похитят царских детей, они живут в тереме, они гуляют в запертом саду, они получают еду отдельно, причем им должны давать еду так, чтобы они не видели, кто их кормит. Вот эти вот все сидения царевны в башне отзаглазу, потому что в воздухе витает злой ковид, и покушающиеся спецслужбы они обидят. Поэтому тут, конечно, вспоминается, по-моему, у Борхеса, есть такой рассказ, в котором тоже говорится о каких-то африканских обычаях, что там они выбирают себе царя сложным образом, потом отрубают ему руки и ноги, и он живет в пещере в таком виде, там жрицы его кормят, в случае битвы с соседним племенем его выносят, потому что он типа оберег. Вот такой вот цель. То есть самостоятельно передвигаться он не очень должен. Есть мотивы, в которых сказано, что царю и царским детям нельзя касаться земли, они по земле не могут ходить, опять же, потому что это им каким-то образом повредит. В общем, вот это злосчастное существо там живет и ждет чего? Ждет, когда придет жених дочери, который убьет его, и воцарится на его месте. Сказка считает проб, сохранила так называемые матри-локальные способы наследования, то есть наследует не сын, хотя сын уже тоже есть. Опять же, сказка очень динамическая структура, там все время вот эта старая с новым отживающая и памятная с нарождающими все время борется. То есть с одной стороны сказка всегда начинается с семьи, жил старик, у него три сына. Жили были царь, царицы, не было детей, появились дети. Но при этом, смотрите, каким образом герой достигает своего триумфа финального? Он отправляется куда-то, где есть невеста. Дальше иногда он приносит невесту с собой, приводит ее, но чаще он воцаряется по месту жительства своего тестя, которого он убил только что при помощи своей новой жены. Так выглядит процесс транзита власти в этих условиях. Как бы это сказать, не лучший вариант. Вот этот самый несчастный царь живет в этом запертом пространстве. Единственное, что он может это давать задание. Трудные задачи. Иногда трудные задачи задает сама невеста, сама царевна. Царевна, кстати, до конца сопротивляется жениху. Иногда они соревнуются напрямую, он должен ее обогнать, он должен что-то спрятаться, она его найдет. Если что, ему отрубят головы. Это самая невеста, немножко баба яга. У нее тоже эти палки с насаженными головами. Вокруг дома одна только палка еще без головы. Вот как раз тебе-то женишок. Тебе-то и место будет. Ее обиталище усеяно костями предыдущих претендентов, которые не сумели дойти до нужной точки. Прот пишет, что смысл испытания понять, есть ли у героя волшебный помощник. Герой-сушница справляется с испытанием не сам, а через помощника. Волшебный помощник это, например, есть распространенный мотив в русских сказках, когда герой идет к своим трудным задачам, по дороге собирает команду из разных фриков. Один умеет стрелять, другой умеет слушать, приложив ухо к земле, третий быстро бегает, четвертый кушает как ни в себя. Все это пригодится. Нищелдин, кстати, очень интересный фольклорный мотив наряду с собиранием команды из людей с разнообразным инвалидностями. Это вот такое парадоксальное, казалось бы, невыгодное поведение. Ну, скажем, героя посылают за чем-то на рынок, он покупает вместо этого кошку, собаку, змею. Или волшебную фасолину в случае с Джеком. Да, то есть нарушает... Да, нарушает логику. И это и оказывается наиболее рациональной стратегией. Или герой выполняет задание, и в награду он должен попросить нечто неочевидное. Не бери сокровище, бери медную лампу. Не бери хорошего коня, бери паршивого жеребенка. Это и есть богатырский конь. Иногда это рационализируется как великодушное поведение. Герой спасает кошку, собаку, змею, как в сказке «Волшебное кольцо» нашей северной. Они становятся волшебными помощниками. По пропу волшебный помощник – это на самом деле мертвец. Это предок, дух предка, воплощенный в тотемном животном. К вопросу об этих самых animal sidekicks. После этого вы уже никогда не сможете смотреть никакой мультик. Ёлочки, то есть это умершие предки? Это умершие предки, да. Это умершие предки, кстати, в диснеевском мультфильме «Мулан». Это сказано напрямую. Там этот муж – это дракончик, посланный духами предков. В других случаях это не постулируется, но все вот эти мышки, птички и прочие веселые животные, животные, которые поют песню, это на самом деле родственные покойники. Обращение к родственным покойникам – это такая довольно могучая сказочная линия. С ней связана Баба Яга. Баба Яга сторожит границу между царством живых и царством мертвых. Вот к ней должен попасть герой, сказать нужные слова. Тут, кстати, объясняется. Я вам не буду под запись рассказывать. Почему она его нюхает? Русским духом пахнет. Людоед в английской сказке говорит то же самое. «Fee for thumb, I smell the blood of the living man». Почему они все его нюхают? А также, что у него с ногами? Какая у него одна нога, какая другая? И почему герой просит его сначала накормить? Опять же, об этом вы прочитаете сами. Я вам рассказывать не буду. Вернемся к нашему злосчастному транзиту власти и к выполнению трудных заданий. Что еще происходит с героем на его пути к воцарению? Значит, он, во-первых, у него все время что-то происходит с волосами. Ему обривают волосы. Либо он надевает какую-то странную шапку и говорит, что он пляшивый. По-библейски что-то такое. Он прячет волосы под шапкой. Они у него довольно часто золотые. Его так узнают. Его не должны узнать, потому что он прячется. Но когда эти волосы, значит, как-то выскакивают, то его таким образом он опознается. Он мажется какой-то грязью. Его нельзя узнать. Он возвращается к себе странником, нищим, грязным, каким-то вот таким вот убогим. Это очень повторяющийся, очень распространенный сказочный элемент. То есть вот из этого дома инициации он возвращается к каким-то другим, таким, которого трудно узнать. Это же происходит с женской героиней. Смотрите, Золушка, значит, ослиная шкура, безумно распространенный вариант. У братьев Гримм это называется, как это, платье из меха всех животных. Героиня надевает на себя что-то странное, что делает ее почти животным. А золотое руно, оно не при этом? Нет, золотое руно не при этом. Смотрите, что происходит с ослиной шкурой. Она сначала требует три платья красивые, потом требует шкуру осла, надевает ее на себя и уходит. Уходит и нанимается на какую-то чрезвычайно грязную, тяжелую работу в каком-то доме. Она ходит в этой шкуре, все ее чуждаются, потому что она такая противная. Потом все-таки выясняется, что она принцесса, благодаря тому, что она там, опять же, выполняет какие-то задания, колечко в пирог кладет и так далее. В одном из североевропейских вариантов героиня ходит в деревянном платье. В японской сказке она носит шлем, который закрывает ее лицо. То есть вот эта вот неузнанность и, так сказать, добровольно принятое на себя убожество, оно, видимо, имеет какие-то ритуальные основания. Нельзя мыться. Тоже хороший искачный материал. Нельзя говорить. Ритуальная немота. Свойственно герою, свойственно героине. Дикие лебеди. Помните? Да, героиня не может говорить. Герой тоже часто не может говорить. Не может говорить, пока не будет произнесена какая-то фраза или когда не произойдет некое событие, которого герой или героиня ожидают. Герой не просто возвращается неузнанным, его победа часто присваивается кем-то другим. Герой убивает дракона, другой проходящий мимо человек отрезает язык дракона, выдает себя за победителя. Пытается жениться на его невесте. Вот, кстати, то, что Проб называет жена на свадьбе мужа, муж на свадьбе жены. Приходит герой или героиня, появляется в тот самый момент, когда их... Когда они уже должны. И тут невеста вдруг, ну, обычно, так сказать, невеста старается сопротивляться. Герой его больше свойственно амнезия. Он, типа, позабыл. Но если ему напомнить хорошо, то он скажет, господи, да, действительно, прости, я же должен был жениться не на Маше, а на Глаше. Все пересаживаются. А часто бедную ложную невесту в этот момент каким-то страшным способом убивают, потому что она обманула. Смотрите, вот еще сюжет. Ведьма выдает свою дочь за жену князя, белая уточка, да, сказка, русская сказка. Обманула и заставила волшебством забыть невесту. Да, подменила, подменила. Опять же, сюжет, встречающийся очень часто, к нам он явно пришел из севера, от господ наших варягов, потому что это прям вот очень-очень такой скандинавский сюжет, это подменная невеста. Например, брат говорит, что у него есть сестра-красавица, король его слушает, говорит, давай ее привози. В результате он ее привозит по дороге, истинную невесту куда-то выгоняют, она пропадает, привозит ненастоящую. Брата тоже как-то за это дело, значит, репрессируют. Король вынужден жить с не той женой, пока вот эта утка или это кто-то не появится. Иногда это лань, иногда она приходит к ребенку. Довольно часто ведьма изводит, как в сказке о царе Салтане, ведьма изводит царицу после родов или сразу после родов. Там воду нагревает, чтобы ее помыть, там ее типа пытается сварить или что-то еще в этом роде. Или просто кидает ее куда-то в бочку. С младенцами тяжело. С младенцами плохо, но в сказках они все-таки в большинстве случаев выживают и возвращаются. Так вот, этот самый наш неузнанный, немой, перемазанный и безволосый, а герой возвращается туда, где его подвиг присвоен кем-то другим. Еще, кстати, один мотив, который выходит на дурные мысли. Во время вот этого трудного пути героя или когда он находится у бабы-яги, или когда он готовится к битве со змеем, ему нельзя спать. Запрет на сон – это тоже такая вот деталь довольно частая. И жесткая. Не то слово. Значит, помните, когда перед боем, наоборот, герой засыпает, царевна не может его добудиться, он засыпает у нее на коленях, это вот тоже обязательно должно быть. Она там как-то ищет у него в голове, чешет ему голову, он засыпает, вот уже змей, вот он уже тут, вот он уже здесь. И она его иногда ножиком там как-то тычет, иногда горячая слеза капает на него сверху. В общем, как-то она ему там наносит какую-то маленькую вещь, чтобы он, наконец, проснулся и, значит, приступил к своим прямым обязанностям. В тех случаях, когда герой сражается со змеем, когда вот этот самый царь, это змей, вот тот царь, которого надо убить, до чего забрать, и забрать сначала полцарства, а потом и, так сказать, сто процентов. Вот надо было сразу, значит, а почему нельзя сразу, а почему полцарствуете все время? Потому что это награда за выполнение заданий для жениха. Правильно. То есть это приданное за невестой, а потом... Потом уже мы отвоюем остальное. В наиболее мирных сказках говорится так, что, значит, вот женился, он взял себе полцарства, а потом, когда старый царь умер, то и выцарился. В более радикальных вариантах, значит, берут все и сразу. Так вот, в случаях, когда царь это змей, опять же, проб считает змея признаком государственности. А эта государственность была, опять же, возвращаясь к началу нашего изложения, сначала хороша, делала хорошее. Воду там проводила в трубу, отопление зимой обеспечивала, а потом что-то поломалось, и стала она кушать людей. Тоже к этому люди как-то сначала привыкли, точнее говоря, привыкли и сначала воспринимали это как нечто нормальное, а потом по ходу цивилизации подумали, что нет, кажется, это не так хорошо. Как казалось вначале. Хотя казалось бы, да, что тут может не понравиться, но нет. Значит, тогда появляется герой. Бедный наш змей, которому мы, почему-то, проникли сочувствием, знает о существовании героя. А проб вообще считает, что змей-герой в каком-то родстве. Он считает, что это исходит из мотива супротивника. Когда кто-то на змея, так сказать, налезает, он обычно говорит кому-то из своих приспешников, нет мне супротивника, только один там Иван какой-то, коровий сын, но он его вороны костей сюда не заносил. Ему говорят, э-э, змей, знаете, занёс, не заносил, не заносил, а вот он на Иван-то и явился. Тут змей говорит, э-э, ну тогда ладно. То есть он как бы знает, кто должен его убить, он знает, когда он родится. Герой обычно рождается каким-то волшебным путём, не было детей, надо что-то съесть, проглотить, дать какой-то зарок. Вот это вот, кстати, распространённый мотив обещанного, или, как Проб говорит, запроданного ребёнка. Мать или отец даёт обещание, это Рапунцель, это русский сюжет про, опять же, про ту же Василису Премудру. За глоток воды, за какую-то траву, которую захотела беременная, обещают отдать потом ребёнка. Вот до какого-то возраста, значит, он живёт в семье. В семье, а потом надо. Да, дальше наступает, это, кстати, сюжет Оленького цветочка. Дальше наступает следующий момент, опять же, по ходу цивилизации. Когда уже начинают развиваться семейные связи, рассказчиковая аудитория перестают понимать, каким образом родители могут отдать своё дитя чудовищу. Поэтому тут наступает мутный сюжетный момент, который обходит по-разному. Ну, например, герой слышит разговор и сам идёт. В общем, герой как бы берёт на себя инициативу, и дальше вставляют всякие трогательные сцены, когда Настенька, купеческая дочка, берёт без спроса колечко и говорит, ничего, батюшка, я, значит, твой зарок исполнил. Или Иван Царевич слышит разговор своего отца и говорит, не бойся, папенька, я, значит, тут за тебя. А всё это исполнил обещанное, то есть на него возлагается ответственность для того, чтобы... То есть дети сами решают то, что родители уже за них придумали. Ну, скажем так, после того, как жертвоприношение первенца вышли из моды, с этим элементом сюжета возникли сложности. Рассказываешь такое, так сказать, в избе, и тебе говорят, что ты, дедушка, хорошо ли так себя вести? А почему царь такая сволочь? Нет, царь не сволочь, это вот так просто получилось. Так совпало. Так вот, а значит, этот наш герой, этот супротивник змея, призванный его победить, хотя, казалось бы, да, он может начинать с очень убогих, так сказать, начал. У Золушки есть много братьев, это не только женская история. Золушками всякими полны сказки народов мира. Опять же, кто это такие? Это всегда младшие дети, которых решили не кормить, потому что они лишние. Почему она, Золушка-то, в зале копается? Потом это было переосмыслено, как то, что она делает на кухне всякую работу. А на самом деле, она в горячей ещет еду, да. А поскольку при, так сказать, ситуации до первого демографического перехода, мать решает, матер-фамилия решает, кого кормить, кого выкинуть. Старших кормить выгоднее, они уже подросли. Младшего начнешь кормить, инвестируешь в него еду, а он помрет. А толк от него еще никакого. Поэтому младших детей, я думаю, как-то отодвигали от довольствия. Ох, какой мы путь прошли. Вот так сижу и думаю. Вот, вот, значит, собственно, подходя к нашей с вами основной мысли. Смотрите, откуда мы вышли вообще, товарищи, и до чего мы дошли. Мы уже больше не убиваем детей. Почти никогда. Стараемся, держимся в руках. Долгие тысячелетия понадобились нам для того, чтобы дойти до этой точки. Так вот, этот наш самый герой, младший брат, младшая дочь, существо роковой судьбы, которое вообще не должно было выжить, вот оно приходит биться со змеем. Проб считает, что первоначально поглощение героя чудовищем было элементом не просто инициации, а было элементом присвоения высокого статуса шамана, жреца или царя. Герой либо в бочке плывет по морю, либо, как Моисей в корзине, плывет по реке. Его глотает гигантская рыба или его проглатывает змей-дракон-крокодил. Дальше дракон-змей-крокодил извергает его. Тогда он становится царем-шаманом, вождем, мудрецом, приносит своему племени знания, приносит ему инструменты, зерна, полезных растений. То есть становится тем, что называется в этнографии культурным герой. Первоначально, опять же, когда наш левиафат был еще хорошим, то это все было в рамках, так сказать, их благодетельного симбиоза. Герой приходит инициироваться, его глотают, он какое-то время там проводит, потом его, как право выражается, выхаркивает этот самый змей. Там внутри жарко, горячо, герой лишается волос, и без волос попадает наружу. Вот он уже, вот теперь он готовый царь, он вождь своего племени. Это не поэтому они там волосы себе хотели снимать, чтобы выглядеть, как будто их съели и выпили? А кто они? Люди. Что-то сделать с волосами, это вообще базовая инициационная практика. Если вы видите какую-то структуру, которая хочет вас побрить, постричь или что-то еще с вами сделать с тем, что у вас растет на голове, знайте, это армия, монастырь, тюрьма, это наследники Большого дома, где едят вареных людей, где живут разбойники. Руку правую потешить, сарацинов в поле спешить, или башку широких плеч у татарина отсечь. Этот кусок нам цензурируют, но тем не менее, вся ответственность на Пушкине. Вот чем занимаются братья в Большом доме. Вот там начинаются какие-то манипуляции с волосами. Опять же, не все, к сожалению, ушло в прошлое. Кое-что осталось. В таких заведениях практикуется, особенно на входе, на так называемые вписки, бессмысленная жестокость, избиение, всякого рода вот такие штуки. Мы в конце попытаемся сказать, имеет ли это отношение к травле, но главная наша мысль будет в том, как полезно проходить от дикости к цивилизации, и как фрагменты дикости продолжают прилипать к цивилизации. И наша задача их уже, наконец, очистить. Из этого чертова леса надо выходить. Формы транзита власти могут быть иными. Наследование не обязательно происходит в такой форме. Не надо убивать мальчиков для того, чтобы получить какое-то количество пригодных для жизни в племени мужчин. Мы уже не живем давно, ни в каком племени. Кормить надо всех детей, которые родились. Еды на всех хватит. Змей ничего хорошего в себе не имеет. Пользы от него на самом деле нет. Так вот, завершая выплевывание и проглатывание. После того, как змей перестал восприниматься как однозначно благодетельная сила, герой изнутри змея вырезывается. То есть он себя каким-то образом вырезает или доставляет этой рыбе неприятности, чтобы она его выплюнула. Следующий этап – это убийство змея снаружи. В замен героя змей поглощает или хочет поглотить жертву, которой начинают испытывать жалость. Опять же, она больше не невеста. Она уже жертва, ее жалко, ее хотят спасти. Таким образом, герой ее спасает, вместо того, чтобы быть самому запрыгнут. В некоторых русских сказках герой запрыгивает в пасть, а потом оттуда вырубается уже мечом. Последний финальный этап, который Проб считает венцом сказочного творчества, это условный святой Георгий, феодальный воин на коне с оружием, с копьем, который никуда внутрь уже не лезет, а снаружи этого змея убивает и конем его затаптывает. Конь – важный персонаж. Конь добывается из склепа, из некого помещения, которое на самом деле является склепом. Он там стоит и роет землю копытом, ждет наследника, настоящего хозяина. Он магический. Он магический, его дает предок. Дух предка, мертвый отец, иногда прямо из могилы он выскакивает, в общем, по-разному. Герой перебирает разных коней, они все не годятся, они его не выдерживают, он там бьет их по спине, они падают. Вот есть настоящий конь, вот этот так называемый богатырский конь. Иногда он добывается через посредство Бабы-Яги, которая тоже хранительница входа в царство мертвых. Это, так сказать, финал. Это очень хороший финал, как в другом фильме было сказано. Это как раз наилучший возможный финал. Кстати говоря, на менее торжественных случаях заменой вот этого поглощения является кидание в пасть чудовищу каких-то других предметов. Волк и семеро козлят. Помните, они какие-то кирпичи там его подсунули, он их проглотил, и таким образом то ли у него брюхо порвалось, то ли он в речке утонул. В общем, какие-то такие с ним происходят вещи. Каждый раз, когда в пасть антигерою запихивают такую дрянь, это вот остатки этого самого замечательного древнего обычая. Антигерой, кстати, это не противник. Тут я неправильно сказала. Антигерой – это вот этот самый ложный герой, тот, кто обманывает героя. Часто это его братья. Помните, когда они выбираются из подземного царства, они оба двое вылезли, а его не вытаскивают, наоборот, режут эту нитку, веревку, по которой он поднимается. Вот они его, они воруют его невесту, воруют его там золотого коня, золотую птицу. В общем, обманывают. Это ложные женихи, ложные победители. Им, так сказать, параллельно существуют ложные невесты. Вот эти вот либо колдуньи напрямую, либо колдуньины дочки, которые в более, так сказать, мирной обстановке предстают нам вот этими маменькими дочками в сказке Морозко, неправильными девушками, грубыми, невежливыми, которые не так разговаривают с волшебным помощником. Таким образом, не обретают волшебного помощника, а наоборот, приобретают себе там гадз какой-нибудь. Это Морозко, это Матушка Метелица. В немецком варианте это множественные варианты сюжетов, в которых героиня на самом деле отправляется на тот свет. Все эти путешествия зачем-то, это путешествия на тот свет. Тридевятое царство считает проб, это царство мертвых. И его признак – это золото. Все золотое происходит оттуда. И, так сказать, в обратном порядке, все, что там находится, все является золотым. Золотое яблочко, золотое блюдечко-тарелочка с золотыми волосами невеста. У героя часто тоже бывают, возникают золотые волосы птица, мы назвали лошадь. Либо все животное золотое, либо какие-то элементы у него стремена подпруга, что-то бывает. Тоже изготовлены из золота. А, кстати говоря, проб не считает, что это признак ценности, понимание ценности золота как металла, он считает, что это метафора огня. Что вот это сокровище Тридевятого царства, сокровище мира мертвых, это огонь. Мы это видим в русской сказке про Василису напрямую, когда Василису мачеха посылает за огнем к бабе Ге. Это, кстати, очень архаичная сказка. Там же она возвращается с черепом на палке, из которого, собственно, огонь-то и происходит. Сжигает этих своих сестер нехороших. В общем, там много такой малоприятной архаики. Вот такая жуткая картина открывается перед нашим мысленным взором. После этого, конечно, все это читать еще удивительнее. Я вам пересказала, вообще даже не 10%. Книжку читайте целиком. От нее невозможно оторваться. Опять же, в отличие от морфологии волшебной сказки, которая такая вот, ну, не хочется говорить, наукообразная, но такая более сухая в изложении вещь, это вот просто безумно увлекательно и интересно. Проб приводит примеры из Египетской книги мертвых, из греческой мифологии, очень многое. Из сказок других народов в основном базируется на Афанасии, но открывается, конечно, такая крайне обширная картина. Становится видно вот это большое поле фольклора, весь этот простор подсознательного человечества. Возвращаясь к нашим маленьким барашкам, значит, во-первых, опять же, давайте порадуемся, оглянувшись и поняв, какой путь мы прошли. Мы с вами делим дикие существа, зацикленные на еде. Многие до сих пор никак не могут от этой зацикленности. Окей, хорошо. Не избавиться. Ужасно трудно было вот этому сообществу диких людей понять, как налаживать между собой какие-то нечеловекоубийственные отношения. Каким образом детей кормить, а не убивать. Каким образом все-таки охотиться и даже что-то выращивать, а не есть друг друга. Как можно наладить какую-то базовую семейную жизнь, в рамках которой можно выращивать этих человеческих детенышей, требующих такой большой заботы. Как справиться с ужасом неведомого будущего. Как организовывать социальные структуры. Зачем нужен царь? Так ли он хорош, как нам сначала показалось. Давать ли ему возможность есть людей, или это слишком дорогая плата за его сомнительные услуги. Кто следующим будет царем? Проб считает, что это соревнование между условным Кощеем и условным Иваном, это соревнование двух волшебников, старого и молодого. И что за это же стоит за распространенным сюжетом посылания сына за чем-то. Вот такой популярный зачин сказки. Отец, он может быть царь, может быть крестьянин, посылает своих детей за чем-то, что ему нужно. За молодильными яблоками, за живой водой, за какой-то штукой, которая ему нужна. То есть царь стареет, его магические способности ослабевают, урожая он уже не приносит, цену на нефть не поддерживает на нужном уровне, на охоте тоже ему ни до такой степени везет. Пока он контролирует этот процесс, он посылает своих сыновей за нужными волшебными предметами, в другом варианте к нему приходят под предлогом, что мы на твоей дочке хотим жениться, на самом деле хотят его царством-то и завладеть. Сказать, что это, опять же, я только что сказала, что это хороший финал, с другой стороны, это один Кощея меняется на какого-то другого, не менее Кощея. Важно разорвать этот порочный круг наследования Кощеев. Магические способности и до такой степени уже нужны в деле государственного администрирования. Поверьте, как это, я там была. Ничего особенно мистического там нет. Волшебный помощник из-за могилы для этого тоже не нужен. Ритуально поедать вареную мертвичину тоже не обязательно. Или там кого-то, опять же, резать в рамках обряда инициации. Все это можно организовать гораздо рациональнее, дешевле. И в конечном счете эффективнее. Приучать к этому необходимость детства. Эта самая школьная травля и вообще травля в закрытом коллективе имеет, конечно, очень много общего с инициационными обрядами. Группа первобытных детенышей выбирает слабого, вообще подвергает травле любого на входе, упомянутая вписка. Кто выдерживает, тот сам становится частью травящей группы. Кто не выдерживает, подвергается травле и в дальнейшем. Это все нужно для того, чтобы охотники были крепкими и здоровыми. Нам это не нужно. Мы уже ни на кого не охотимся. Если уж говорить об экономической целесообразности, выигрывает тот социум, который может себе позволить максимальное разнообразие. Нам не так сильно нужны члены общества, которые способны быстро бегать. Хотя многие ничего влечены с бегом, это тоже хорошо. Но в этом нет большого экономического смысла. Нам нужны много разнообразных умов, которые придумают разное, которые будут смотреть на реальность с разных углов и таким образом видеть не то, что видит сосед, они будущие инноваторы. Они, собственно говоря, посланники прогресса. Они нам нужны для того, чтобы понять, как нам добыть нашего зверя, как нам обеспечить нашу урожайность, как нам повысить нашу рождаемость. Это придумывают они другие, иные, вместе в, так сказать, конгломерате с представителями других, всяких разных особенностей. Вот это на самом деле экономически обоснованная социальная политика. И только эти инноваторы, они даже у нас есть. Нам просто нужно создать им атмосферу для того, чтобы они спокойно учились. Нужно не затравить их в самом начале. Поэтому, пресекая в корне поползновениях тони, которые лезут вообще в наше жизненное пространство, вы создаете лучшее будущее для себя и своих детей. Не потому, что вам жалко всех, хотя многим жалко, это тоже хороший поведительный мотив. А потому, что это необходимо для нашего общего, мирного и процветающего будущего. Значит, из леса выходим, в лесу больше не живем. Людоедство запрещаем. Уровень людоедства в России планомерно стараемся снижать. Собственно, я уже говорила где-то, что у меня есть такая, так сказать, персональная, федеральная целевая программа по снижению уровня людоедства в России. В ней участвуют многие люди, даже не зная ее существования. Теперь мы, так сказать, вам рассказали эту большую тайну. Если вы это слушаете, то вы тоже участники этой ФЦП. Друзья дорогие, Екатерина Шульман, и пойдемте из леса, Катя знает дорогу. Из леса. Из леса пора уходить. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам за возможность говорить о том, что прям вот буквально, о чем хочется говорить именно сейчас. Не как это, не по повестке, как выражаться, а по любви. А во-первых, по любви, во-вторых, да, по, так сказать, истинной базовой актуальности, не сиюминутной, а фундаментальной. Так, показываем пропа. Спасибо.